каждый кто сделает репост этого выпуска сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражных мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место пока его не занял кто-то другой я специально вышел в эфир чуть-чуть пораньше для того чтобы вы успели подключиться если вы меня видите и слышите то напишите пожалуйста в чате как вы меня видите как вы меня слышите сегодня более или менее простое занятие вчера нас было с вами сложные сегодня вам просто несколько техник дам и таких подготовительных следующему так сложного экватор пятое занятие поделитесь ощущениями поделитесь впечатлениями как проходит ваша самодисциплина что получается что не получается какой есть эффект какие может быть есть вопросы может быть в мастерской есть какие-то вопросы задавайте делитесь впечатлениями и пишите если может быть что-то непонятно то задавайте вопросы так видно и слышно при подключении какая-то петрушка посмотрим стабилизируется или нет во вконтакте иногда бывает когда трансляцию делаешь с телефона у них стабильная трансляция а а вот с этого самого когда через ноутбук иногда бывают бывает иногда проблемы но тем не менее это самая надежная площадка с ютубом из вконтакте да и со фейсбуком так написала первый драфт неожиданного короткого метра готовились писать другое пишется с вами это главное так и есть так и задумано а так видим слышим не все получается но все очень по новому звук немного барахлит посмотрим должен стабилизироваться сейчас я смотрю битрейт нормальный этот самый может может быть какой-то сам по запрет ничего не пишется на постарайтесь писать хотя бы хотя бы что-то хотя бы немного двигаться скорее всего мы с вами чуть позже когда будем говорить о стадиях творческого процесса я не могу просто вам в одном сразу дать все да то есть мы по шагам идем мы поговорим об этом почему как зачем возникают затыки да то есть затык он не возникает сам по себе у него всегда есть какая-то причина да то есть значит была какая-то ошибка на каком-то подготовительном этапе вот в целом если на самом деле если для вас важна эта тема до повышения писательской продуктивности ну во первых естественно нужно идти учиться в мастерскую да почему потому что писательство это ремесло там очень много компетенций да то есть там очень много каких-то техник и секретов которые что называется их нужно осваивать да то есть вы же не пойдете это прикалывает да для того чтобы писать нужно просто нужно вдохновение да вот есть вдохновение и талант да вот ты пишешь нет совершенно совершенно конкретные технологии удержания читательского внимания мышь когда язык осваиваем да мы там минимум 10 лет учим язык в школе на кто-то еще там в университете да то есть для того чтобы почувствовать и понимать язык да мы изучаем старославянский язык зубрим все эти астромированные евангелии да учим древнерусский язык смотрим как язык видоизменялся смотрим как как люди изучали язык да и соответственно да в конце концов ты начинаешь немножечко с этим материалом понимать как взаимодействовать а если ты вслепую с ним работаешь не умею с ним работать не знаю что с ним делать ну конечно будут затыки происходить так все идет отлично возобновила работу над романом самое радостное что пишется крутое состояние с продуктивности ясность текст пишется ограничение штрафа работают чувство мощного высвобождения энергии от делающих сидел есть еще один нюанс вот смотрите мы здесь почему как бы почему я делаю самодисциплину а потому что мы вместе все создаем поле определенное да то есть и в мастерской у нас тоже да я специально набирают 45 человек не больше не меньше да потому что это вот такая экспериментально найденное количество да когда возникает групповая динамика и здесь тоже самое да здесь конечно не 45 человек больше да но то же самое здесь нужно чтобы создалась чтобы возникла групповая динамика нужно чтобы возникло поле на вот и мы все вместе это поле создаем и когда она возникает мы можем сделать больше чем да то есть сумма становится больше чем чем просто сумма да то есть мы не складываемся друг с другом да мы умножаемся друг на друга а вот и поэтому я и делаю на самом деле такие я понимаю что кто-то там с улицы заходят да и видит непонятно что такой секта какая-то да какие-то репосты какие-то лайки надо делать до желания загадывают да вы часом случайно да нет ни в одном глазу поверьте но это все делается для чего это все делается для это чисто психологические техники для коучинговые для создания вот этой самой групповой динамики для создания поля и здесь то же самое да то есть вы получаете заряд и дальше вы на этом заряде можете ехать еще какое-то время и результаты у вас будет выше нежели если вы просто сидели дома до никуда не выходили ни с кем не общались и сидели писали тексты так села прямо в постели написала две страницы не все получается мысли стал фиксировать медленно но верно работа пишется замечательно обострился сегодня учила запах кофе сегодня сделала много букв два раза больше обычного сегодня день сценариста процесс дисциплины идет неровно есть динамика в прошлый раз как раз за цеплену прошло в постели иногда из помеха не не знаю ребят скорее всего какая-то на этом самом на линии как вот в сервисе трансляции есть какая-то помеха потому что у нас битрейт вижу битрейт 38 и 5 нормальный но самое главное ой замечательно скажите пожалуйста вы слышали про писательскую терапию что думаете как раз сегодня буду давать тех такие терапевтичные на самом деле писательская терапия это как раз то чем я и занимаюсь уже 15 лет то есть вообще сам вот этот сам само понятие до писательства как терапия я не знаю вообще я не может кто-то еще еще про это говорил да ну первым про это я заговорил да и начал выстраивать наши курсы они выстроены таким образом что чтобы писательство было терапией то есть если вы где-то еще кто-то что-то это делать что-то рассказывать да скорее всего брали какие-то какие-то наши техники или в основании по крайней мере любят наши техники вот кстати говоря в сценарии полнометражного фильма это такой самый терапевтичный наш курс агенты матрицы нам помешать окей хорошо идем дальше да нет я думаю я ну как бы я этим занимать вы как давно этим занимаетесь создала блокнот для писательских и ну как бы у меня у меня рабочие блокноты мы издавали еще когда лет восемь назад давайте заколлаборируем а зачем мне зачем это вам понятно зачем это мне поэтому да давайте поговорим о писательской терапии как раз таки слову коллега предлагает значит в чем здесь проблема вообще уже говорил повторю еще раз что я делаю принципиально и что я поставил задачу да я ее сформулировал давно 15 лет назад наша мастерская существует 15 лет 2008 году мы 1 декабря мы запустили первый онлайн-курс нашей сценарной мастерской это был еще в жж еще не вебинаров ничего не был и поэтому когда кто-нибудь не говорит что а вот мы это делаем и первое это делаем и первые придумали психологию для сценариста мы это делаем с там 2016 года ребят мне смешно ну к этому времени я этим занимался уже там восемь лет да и тысячи человек через через наши курсы проходила вот поэтому нет я не то что как-то за приоритет борюсь да мне просто обидно на самом деле бывает потому что как бы я прокладываю какие-то маршруты до придумываю терминологию разрабатывать до фундамент строю а потом мне кто-то пишет типа а вот как сказал кто-то кто-то до называет какое-то имя да и мне выдает ну там а вот как сказал сказал такая-то такая-то сценарий это фрактал смысле такая-то ребят буквари сценариста откройте 2008 год буквари сценариста александр фрактал или кто-то говорит главные сценарии неправда водоподобие опять же я такой мне такое немножко обидно видеть да опять же буквари сценариста откройте главные сценарии не правда а правдоподобие так далее вот как бы мне неприятно когда мои идеи как бы берут и пересказывают их потом мне пересказывают как свои а вот мне хотелось бы все таки чтобы на меня ссылались потому что если я беру какую-то идею чью-то да я всегда всегда даю ссылку да и если я делаю что-то да я говорю а вот это я придумал вот это я разработал вот так вот называется потому что это как бы важная штука вы с 2016 года про это говорить я с 2008 про это говорю никто про это не знает смысле никто про это не знает что ты какой-то блин елина это на место не по теме забанить вас что такое никто про это все еще не знает ну почитать то есть ну как бы вы почитайте книги мои почитайте книгу пишется почитать на до почитайте книгу волшебный пендель почитайте книгу сценарист номер один да то есть ну как бы не не по теме мы как это идет на вот хотите взять что-то из моих техник я же не против да то есть если вы хотите этим заниматься да я же не лицензирую да я не говорю что вы должны купить у меня лицей пожалуйста берите занимайтесь ради бога чем чем больше света в мир тем лучше на вот но вы как бы если будете брать какие-то мои техники но вы не забывайте упомянуть эта техника александра молча она называется так то так вот поэтому я вас вчера нашла ну вот видите так вот смотрите что я вообще делаю принципиально смотрите как как это устроено писатель для того чтобы писать он должен повышать свою чувствительность и вот это повышение чувствительности да потому что но писатель вообще самый самый лучший как бы текст описывающий писательство это стихотворение пушкина про пророка да и вырвать грешный мой язык глаголом жизнь сердца людей вот писатель он всегда пророк и да то есть он у него чувствительность он должен улавливать из окружающего мира до улавливать тонкие сигналы поэтому очень часто до получается какие-то вещи прям реально пророчить как я в 2000 какое-то уже все годы спутались 2020 втором началось началось и своего до осень даже не 8 за год до этого я написал пост фейсбуке что ребята чувствую гул чувствую как бы не война вот прям чувствую это вот мне потом многие люди писали а помним ваш пост да что такое ну это вот эта писательская чувствительности писатель он должен эту чувствительность в себе тренировать но из этого есть стать писатель не может быть с холодным носом нельзя писать с холодным носом если ты тренируешь чувствительность то это очень сильно понижает выживаемость вы выживать да то есть вы становитесь чувствительным до тонким цветочком и слишком сильные сигналы они вас начинают убивать это вот как есть в китае я не помню как точно называется вид дельфинов они пресноводные дельфины они в реках плавают и они очень чувствительны и когда моторная лодка плывет по этой реке для них это это как бы убийство то есть они это слышат так как будто им по ушам молотком колотят а там много очень моторных лодок на этой реке да и вот эти дельфины они там начинают вымирать и вот писатели они как эти дельфины да то есть для них малейший шорох это как вот спахмеет человек до шорох услышала ему кажется что папа по голове ударить и нам нужно научиться да и какие следствия из этого человеку больно писателю больно слышит боль всего мира и эта боль это им транслирует свой текст и это боль становится в какой-то момент просто невыносимой и что дальше да он начинает эту боль свою каким-то образом притуплять а каким образом блядство пьянство наркотики и так далее и так далее самоубийство в конце концов боль становится настолько невыносимой даже человек просто уходит из жизни и очень часто такая скука происходит вот поэтому так дайте ка я вот эту егену забаню рано эту женщину какой-то давайте они это не надо не надо нам я лить и замести в черный список а вот а так вот а и прям писать писательская терапия вот кого она научит каких писателей можете себе представить да так вот значит и в итоге получаются тексты да происходит а тексты писательские да они воспитывают общество они транслируют модели дальше модели поведения и это модели нездоровые по большей части и большая часть литературы которые на которых люди воспитываются да по большей части это нездоровые модели и и очень очень сложно да найти выбрать как бы ну то есть очень много я да в литературе очень много я да и очень мало кто из писателей ухитряется я даже даже среди великих писателей даже среди даже толстой даже достоевский даже пушкин и у него мы будем менять качество текста вот для свою задачу понимают таким образом до создать не во первых некую систему создать до систему создания текстов а во вторых создать некую генерацию здоровых писателей и это мне кажется что это получается да то есть посмотрите на ребят которых которых я выучил да от гузель якина юлия длис дарья грацевич и так далее так далее да и ребята в индустрии работают просто как бы мега успешно поэтому так есть хорошо да микрофон ты фонит но ничего страшного значит через через это как бы надо просто просто пройти через это понятно ли это мысль потому что на мой взгляд она очень важная если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте вопросы сейчас я посмотрю может как битрейт нужно понять настолько понятно что аж страшного и вот на самом деле да когда мы это понимаем да то есть мы очень часто мы как его тексты какие-нибудь мы принимаем вот неважно сейчас не буду говорить про какой текст я прочитал там некий роман чем большой достаточно четырехтонный роман и написал что ну как как роман слабо как духовная литература там путано достаточно мне естественно набежали поклонники этого романа до начали мне начислять по первых число что типа ничего вы не понимаете ну так понимаю не понимаю ригведа и махабхарата испортил себе духовный вкус и духовное зрение чтение чтением религиологических трудов джозефа кэмпбелла до маски бога 8 томов или ада и так далее да так вот дело в том что люди берут какие-то тексты до которые допустим там имеет некие внешние признаки там духовного текста а вот читают и принимают его по номиналу да это духовный текст вот он духовным не является и более того он опять же заказывает какие-то установки которые ну просто вредны народ и очень сложно отделить одно другое от другого как снижать боль сейчас поговорим об этом да как ни странно умолчанного много хейтеров да есть такое это это очень легко объяснимо на самом да во первых ну человек чувак успешно во всем что он делает да то есть там учит людей писать но хотя бы сам ничего не писал бы да то есть если бы например у меня не было бы успешных сценариев книг романов бестселлеров пьес которые по всему миру ставят да еще бы еще бы туда тут куда бы то ни шло да то и как учитель успешен да и собственно как как автор успешен ну как же как не что-то с ним не так явно да причем опять же там я думаю быстро говорю быстро говорю вещи какие-то которые ну контр интуитивны которые поперек всему всему все остальные учат да и плюс мои ученики успешны вот конечно будут хейтеры вот самые большие большие хейтеры это коту кто не может мастерскую попасть оплатить на естественно да надо же обесценить зачем туда идти зачем учиться я уже в этом все и огонь и воды и медные трубы прошел единственное что не люблю когда начинает ну вот вранье как от знает помнится там было это самое волна так молчанок не учился в гике молчанок не преподавал в гике ребят наш хорош ну вот диплом в гика вот отзывы моих студентов из вот мое фото во в гике после лекции поэтому да самое смешное что они не проходили его курс основном да как правило ну хотя тоже есть и те кто проходили курсы не понравилось это неизбежно за за столько-то лет а может ли ладно мы здесь ребят потому куда-то сдвинулись не знаю какую-то такую сторону дело потому что я то вообще на самом деле хотел бы немножко в тень идти да почему потому что ученики должны вперед идти ученики делаться островской так может ли быть так что писатель становится выражением повышенной чувствительности человека к миру очень хорошее замечание очень хорошие то есть я думаю что так и есть то есть я думаю что изначального человека есть повышенная чувствительность и он посредством писательств писательства реагирует да то есть писательство это как бы крик боли до крик реакция на эту чувствительность и дальше да вы начинаете начинается как развитие да то есть вы начинаете писать и у вас чувствительность еще больше повышает так прочитал у вас пост о том что современный театр больше не работает нужно что-то новое я думаю что вы не поняли никогда я не мог такого сказать что театр больше не работает я буду что работает и отлично работает а наш русский театр это вообще уникальная штука вот такого количества театров больше только в китае и качество главное качество такого театра и в китае нет то есть нигде нет ни в одной я работал ребят у меня пьесы ставили в польше в венгрии везде по всей европе ставили в англии только не ставили в германии куча постановок было я жил германии работал драматургом да то есть мы делали там несколько проектов делали больших театральных я очень хорошо знаю как как устроен европейский театр как американский театр не знаю врать не буду да но там вообще принципиально модель другая нет работает современный театр и наш театр вон со у нас самая крутая театральная инфраструктура а сейчас а будет еще лучше знаете почему потому что сейчас в каждой школе будет открыть театральный кружок будет открыть театр школьный театр это очень крутая идея на самом деле и она очень сильно очень много чего поменяет это и это заметно будет уже через пять через а вот и для всех этих театров нужны пьесы нужно писать у нас сейчас немножечко одно время благодаря театру до благодаря новой драме у нас пошла современная драматургия и стало много и она была качественная сейчас немножко эта тема под под затухла и я стараюсь ее раз раскачать опять мы три года назад делали проект дисциплина в театре в новосибирске и сейчас я вот запустил курс по написанию пьесы то есть мы пьесу мы качнем и качнем мы ее хорошо как качнем мы ее серьезно мастерская наша в этом мы как бы умеем это делать а там на самом деле 2030 драматургов они могут легко полностью изменить ситуацию а мы 2030 качественных драматургов выдадим за за пять лет так точно потому что ну понятно да что вы 45 человек проходит курс да это не значит что 45 драматургов на выходе на выходе 5-6 драматургов писательству и питанию писателей это тоже относится стоит ли полностью переосмысливать эту область и отказываться от всего старого мне жаль если вы так поняли меня до что нужно отказываться вообще от всего старого я не далее как понедельник понедельник да говорил о том что нужно что нужно читать обязательно нужно читать тексты да ну нужно к ним относиться критически то есть нужно понимать что вы читаете нужно понимать где вам врут нужно понимать где автор ошибается нужно понимать где автор манипулирует и так далее и так далее поэтому как бы а переосмыслять нужно должно быть постоянное переосмысление мы дала постоянно должны тестировать наши наследие смотреть что работает что не работает а вот а меняются еще ситуация меняется да например вот в 90 советскую литературу было невыносимо невыносимо невозможно но вот невозможно в 90 годы было читать тихий дом я несколько раз принимался хотя это великая книга безусловно а сейчас начиная со своего стало понятно что такое были 90 кто нам это устроил да то есть какие-то вещи одни вот задним числом только понимаешь вот и сейчас снова стало возможно читать советскую литературу и начинаешь понимать как бы что собственно авторы сказать хотели я сел я впервые я много поверьте да человек с филологическим образованием со сценарным в пиковским образованием я читаю очень много ну вот у меня была такая вот тема что я не читал тихий дом два года назад я сел прочитал тихий дом впервые в жизни обе потрясен что был так идите поперек успех это сложно вам прожить ну да да это все это все ерунда ребят ну как бы за для 20 лет в интернете и как плевать не можешь попасть к пинку да да и кстати да вот наталья пишет столько бесплатно даете можно продержаться пока копишь действительно так и у меня есть ученики которые там год ходили по бесплатным только потом накопили пришли два и среди вас наверняка будут такие я понимаю далеко что не не все вы придете там 10 числа все придете или сейчас там придете все оплатите мастерской и начнете учиться кто-то так останется да будет подпишется будет читать что-то да потом через полгода придете через год когда созреть и тогда и придете я вам и тогда буду рад то есть не проблема абсолютно у меня нет задачи чтобы вы все сейчас пришли у меня задача чтобы на курсе были правильные люди да и я так вкладываюсь на бесплатных для чего для того чтобы правильные люди были да что вы услышали в этот самый до услышали как я говорю поняли я может не я могу бы я резки бывают да ну есть такое дело ну характер то не денешь никуда ну как если человек воюет всю свою жизнь да с кем-то и против кого-то он не будет резкий а вот я могу быть резким могу быть очень деликатным и осторожным в мастерской я чаще всего осторожней потому что автора можно не не осторожней этим жестом или движением нужно сломать просто вот а иногда я вижу просто сразу же вижу вот как это мадам с ноги тут залетела да и такая давайте-ка сделаем эфиры я вам расскажу там что ну понятно что человек учиться ничему не готов вот и такой человек как бы вреди больше вреда будет так как и чар могу констатировать работодатели ищут сценаристов которые учились во в гике или мастерской александра молчанова ну да наши у нас наши девчонки идут когда какой-нибудь этот самый какой-нибудь печеньки я смотрю это первые там 10 место да допустим из них там 5 наши выпускники поэтому ну и ладно господи ребят христа вообще распяли да я не не хочу соотносить величины да ну как у нас духовных учителей духовных лидеров всегда всегда такая так вчерашний эфир будет на ю тубе нет не будет вчерашний там какая какой-то тоже сбой произошел мы не смогли не смогли трансляцию вытащить из контакта она сохранилась поэтому да есть театральные кружки но у нас всем же я смотрю по сям же по своему родному поселку вот там уже два спектакля поставил театральный этот самый театральный кружок я им написала что типа ребята если ну драматург вызовет отправляйте ко мне я выучу бесплатно а вот и сам же выучу возьму в мастерскую все курсы пройдет выпущу драматурга так да сначала я своего пересмотрела уйму советского кино то что видел это что не видела раньше да сейчас начинаешь понимать просто что такое с чем мы имеем дело до тяжелый тихий дон а это еще это моя семья на самом деле у меня мои уже моя жена ирина голубова и и прапрадед это собственно голубов из романа тихий дом помните там был такой голубов про него там несколько книжек выпустили тоже отдельный отдельный персонаж с жестинкой организовал дело с жестинкой вот это собственно а это вот семья собственно семья моей жены а голубовщина какие называю их воркуту их потом сослали пусть после войны когда когда они пленотка оказались а до этого это вот коза казачья семья держусь на каплю на роман ну вы не на романе как бы пригодитесь понимаете мы создаем опять же мы создаем поле мастерская дамы вот мы я знаете я один разбирал мимо пруда не пруда озеро такое большое я там мимо мимо озера бегу я на такой все зеленой вязкой заросшие я говорю ну вот классно было бы в это озеро до ручей чистый чтобы туда впадал да и что все это чтобы была прозрачная вода чтобы рыбки было видно как рыбки плавают да и вот мастерская это вот этот источник и мы вот эту светлую чистую воду мы ее год за годом вливая поэтому я понимаю что это влияние да но может его как-то измерить сложно да но тем не менее кажется что она есть да у нас в испании театральная детская талия 10 драматург хорошо окей идем дальше значит начнем с таких стоит вот сегодня я вам хочу дать несколько таких техник а бывает ли у вас так вот вы сидите пишите дома и вдруг вам звонит жена если вы мужчина или звонит муж если вы женщина и говорит слушай ты там ничего не делаешь все равно сидишь пишешь что-то давай вот сходи в магазин или давай пропылесось к там все да или например вы сидите на кухне пишите вам горит суши выйди на пять минут надо там разогреть приготовить а потом вернешься и доход два часа сиди пиши вот бывало ли у вас такое до мастерской самое лучшее поле это так это не это не случайно она не всегда получается сразу скажу потому что я тоже бывает ошибки какие-то совершаю неизбежно и педагогические ошибки получаю в том числе вот или бывает иногда случайный человек залетит и как бы и проблемы возникают ну я таких быстро просто деньги возвращаю и все до свидания буквально сегодня обесценивание вот кажется да вроде бы ерунда мелочь такая до прервали на на минуту прервали до или вот такое отношение к писательству до что ты все равно сидишь дома там ничего не делаешь да давай вот встань 5 5 5 минут там 10 минут пропылесось то и вот это прерывание это очень небезопасная штука потому что у нас выходит до получаса уходит на то чтобы вернуться потом в рабочее состояние и ваша задача добиться того чтобы хорошо домашние вас не прерывали то есть ну нужно таким образом организовать работу организовать ваши отношения да и тут вы должны быть просто вот макиавелли чистым да то есть я не считаю не считаю что писатель должен быть диктатором но понимаете вы знаете вот давайте я поучу женщин быть беременными вот были беременными вы и вот были у вас изменения какие-то вот вас вашего состояния тошнит голова болит тяжело двигаться настроение плохое перепады настроения капризы какие-то да то есть вот кажется что вот у меня первая жена когда вторая жена у меня меня двое детей обмен от первой жены 2 2 и 1 жена очень тяжело беременность переживала и она в какой-то момент просто мне сказала вид я хочу жареного мороженого и я как бы я очень вот это прочувствовал да то есть вот насколько как бы мама у меня побелку ела со стены то есть безумные странные вкусы с не со стены а с печки не хватало видимо кальция или еще что-то да вот отдирал не подругу эту глину это в деревне там какая побелка глины и под побили на этой самая стена печка вот то есть вот а вы представьте себе что вы в состоянии беременности постоянно и вы каждый день рожаете и у вас каждый день или месячный у вас как кровь идет да и все внутренности наизнанку вот это писатель на пожаре я пытался честно посмотреть что из этого получится но брошь долго ржали потом после этого а вот то есть писатель вот знаете как когда пост идет все православные все соблюдают пост кроме беременных и странников так вот писатель это такой перманентный больной беременной стране и соответственно хорошо обученные домашние они к вам должны относиться как больному беременному страннику они вас должны на на руках носить да то есть и ваша задача донести до них эту мысль что вы каждый день рожаете потому что мужики мужики бывают дебилами да то есть она они не они не знают каково это да то есть если отсутствует эмпатия да они не понимают что такое месячные даже что такое когда тебя потрошат просто буквально да на вот и относится к жене относятся просто вы как к обычному человеку а надо в это время там пылинки с него сдувать да вот а писатель это человек постоянно таком состоянии то есть может быть и да то есть может выключить на два часа да то есть ты шел 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 по коридору хоп стукнула что-то в башку до останавливаешься и такой бум два часа прошло до стоял короче сюжет крутил какой-то да или не ладится что-то не получается не пишется депрессия думаешь вообще не потери не повеситься да в это время рядом должен быть человек который тебя обнимет кошку под ноги так далее вот домашних надо навести на резкость надо наводить что в доме больной то есть ну если писатель в процессе писательства до дома больной вот относитесь к этому так вот прям передайте вашим домашним до что они к вам относиться так но опять же до дома если просто сказать а делай вот тогда нужно как-то довести до человека довести до их сознание что когда вы пишете вы не может пылесосить что когда вы пишете ним вы не можете пойти в магазин да то есть когда выражаете вас же не отправляют писать магазин вот вы именно рожайте и когда вы рожаете да вы не можете идти искать не вы там чай разогреть ну всем нахер пошли с чай пока там папа пишет или пока мама пишет поэтому даст мы сами прерываемся то есть очень часто вот что такое прокрастинация прокрастинация это не состояние когда мы не пишем прокрастинация это состояние когда мы делаем что-то другое вместо того чтобы писать и очень часто мы вылетаем в это ой там хорошее очень замечание с одной стороны у писателя повышенная чувствительность с другой как лишнего не поощрять такое состояние чтобы него не вваливаться и воспитывать себе стойкого непробиваемого внутреннего молчана вот смотрите важно вот что что молчанов да чудо земли и сверху да он точно такой же как и вы да и к вам присылает обычную прокрастинацию а ко мне присылать дракона прокрастинации верхом на звезде смерти да и бородавка на носу и в бородавке я вот и точно также да как бы и точно также пробивает потому что ты борешься сам с собой вот и тут надо смотреть да где мы себя дисциплинируем а где мы позволяем себе себя отпустить в это состояние то есть и нужно уметь и себя собрать или нужно уметь себя расслабить уметь войти иногда просто как это самое я мем постил да если вы думаете что нам бородатым мужикам с квадратной челюстью нужно вот это вот все обнимашки ми 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 да и на ручки да то да так есть да нам это нужно вот что касается отвлечения а очень часто люди сами себе устраивают эти отвлечения у меня я все время вспоминаю историю не помню я вам рассказал я и каждый раз рассказываю про коллегу про одного который писал я спрашиваю как сколько у тебя времени уходит по эпизодик написать он говорит ну часов 14 я групп смысле как ну где там я не вижу там 14 часов но два часа по эпизоде но сел раскрасал разметил до тизер по актам разбросал сюжетные линии и расписал да то есть если ты знаешь как подпишется по эпизодник он пишется за два часа но есть четкая методология мы кстати и в мастерской естественно да мы ее даем на осваиваем ты не можешь написать он у тебя может получиться не великий не гениальный но он будет рабочий его может по нему можно будет писать сценарий если ты понимаешь методологии там два часа и я ну я не понял как как это можно 14 часов писать по эпизоде потом как-то по другому поводу что-то вот как-то он не описал свой творческий процесс спустя какое-то время нас пишет он следующим образом на столе стоит компьютер на компьютере открыт фейсбук запрещенная экстремистская сутсель рядом стоит ноутбук на ноутбуке открыт по эпизоде над этим на ноутбу над компьютером включен телевизор без звука где идут либо новость либо футбол рядом включено радио с новостями и вот значит он постоянно одним глазом смотрит в телевизор то фейсбук стрется там я все время еще удивлялся как у него времени хватает все время срется с кем-то там по 100 посту комментариев по любому поводу да и и радио сидит слушай периодически время от времени он от к заглядывать свой по эпизодник и спрашивает себя не захотелось ли ему не возьмут написать в этом по эпизоднике и с отвращением его закрывает да так так и за 14 часов так и за и за месяц не напишешь по эпизоде да то есть люди сами себе устраивают отвлечения тот этим делаем вот если у вас например часто бывают отвлечения во время работы до на что мы отвлекаемся вспомнил она почту надо проверить пошел проверять почту мы почту проверяем в одно и то же время не тогда когда пишем то есть мы сначала пишем потом проверяем почту фейсбук в ленточку надо заглянуть в контакте в инстаграмчик в телеграмчик да это все после работы новости надо почитать ах вот что там что там где там что происходит начался ли мировой финансовый кризис но ничего страшного он подождет 22 часа пока вы пишете и если прям часто это происходит я советую попробовать несколько дней фиксировать перерывание то есть прям класть рядом листочек бумаги и каждый раз когда вы прерываетесь во время работы ставить крестик и стараться да то есть первый день допустим там восемь раз прервались постараться в следующий раз хотя бы 7 раз прерваться да хотя бы на одном меньше да то есть если уже 67 раз уже прервались все уже стараться восьмой раз не прерваться таким образом вы постепенно вот эти прерывания будете вытеснять из работы из своего рабочего времени писать без прерывания а если но тоже тут сразу же куча нюансов возникает да можете с нами играет вот вы пишете текст какой-то да роман например пишите или сценарий пишите и тут же возникает идея голова-то разогрета возникает идея что нужно написать пьесу гениальный так прикол или рассказ да приколь какая-то новая идея очень часто такое бывает да есть такой помните где мальчик с девушкой идет и значит и мимо другая девушка проходит и он на нее оглядывается и девушка и его девушка такая типа что за на хрен вот и там типа вот мальчик это сценарист до его девушка это сценарий который я сейчас пишу а девушка которая прошла мимо новая идея сценария которая возникла у меня прямо сейчас вот у кого из вас бывало такое когда вы пишете текст который надо писать и у вас тут же возникает куча каких-то новых идей и они все кажутся гениальны а вот тамара пишет не заказчики могут писать могу потерять деньги если вы увидеть сообщение вот смотрите а попробуйте реально потерять деньги вот и ставьте своих заказчиков перед фактом что для почту проверяю там два раза в день не увидела сообщение потеряла деньги ничего страшно ну как бы если заказчик из-за того что вы не ответили на сообщение психонет и уйдет да значит вам не надо такого заказчика говорить следующий да и не надо заказчиков до превращаться в раба свои заказчиков потому что вот у нас в мастерской и существует тоже очень жесткое правило что я на все вопросы отвечают один раз в день в будни то есть мне задают вопросы много вопросов задают я утром каждый день сажусь и на все вопросы отвечает это мне я не отвечаю на вопросы потому что у вас есть выходные и у меня были случаи когда мне там кто-нибудь в 11 вечера пишет задают вопрос а потом в 11 20 пишет вопрос александр не игнорируйте я говорю ребят в 11 часов я вообще уже сплю на самом деле а вот давайте туда если кому-то что-то нравится до свидания да и мы прекрасно все друг друга понимаем ни одного ни одной копейки денег я по этому поводу не потерял наоборот люди когда видеть видеть серьезное отношение к своему графику они начинают это уважать прерыванием считается ступор когда ты не знаешь что написать дальше нужно продумать действие не должно вас такого быть когда вы садитесь и пишите у вас не должен быть не должно быть ситуации когда вы не знаете что писать дальше у вас должен быть написан по эпизоде когда садитесь писать текст да и вы должны в точности что у вас дальше будет происходить то есть мы не не придумал сначала отдельно придумываем а потом отдельно пишет потому что иначе вы все время будете залетать вот такой ступор до возникают новые идеи что делать в этом случае достаете ваши блок блокнотики с котиками верните доставить как там достаете блокнотики с дракончиками до берете ваши ручки с котиками и записывайте блокнотик записывайте вашу прекрасную идею все из и садитесь и пишите дальше да то есть если ее не записать не выгрузить она вам будет мешать да она биться будет когтями вас царапать достали записали отложили оцените потом потому что идея на самом деле inside да это на самом деле не качество идеи это качество энергии которые она высвобождает то есть идея может быть парень встретил девушку да то есть для вас это вообще не ничего нет а девушку да а кто-то парень встретил девушку все я все увидел сразу вот сразу все я готов идти писать на вот inside это всплеск внутренней энергии в inside мы всегда одиночку inside мы не инсайтом мы не можем поделиться потому что со стороны человек не понимает почему откуда у тебя здесь энергия из этого сюжет поэтому идеи очень часто почему идея ничего не стоит потому что идея что-то стоит только для того у кого у кого она резонирует выгрузили и продолжайте работать потом через какое-то время возвращаясь здесь и оценивать эту идею смотрите действительно ли она хороша ничего страшно идем дальше идем дальше вот по поводу отвлечений есть был такой интересный достаточно чувак его зовут эбен паган язычник он довольно прикольный парень он начинал с того что учил пикапу а потом стал учить инфобизнесу вот но как он учит инфобизнесу это все нет не так не так интересно американский американский парень а вот но у него был достаточно прикольный курс по повышению продуктивности удвоение продуктивности вот и там было вот кстати обратите внимание вот мадам с которой мы там припирались в начале да вот я вам пожалуйста ссылаюсь на источник да я вам говорю не говорю что я придумал крутейшую технику такую-то такую-то нет я говорю вот источник обин пака пожалуйста вайка продукт найдите посмотрите как как он дает эту технику значит и он предлагал следующим образом отвлекать отличие с отвлечениями с этими бороться там сложность что в чем сложность в том а мы не отлавливаем вот этот момент отвлечения то есть мы из творческого процесса да и не забывает то есть это происходит автоматически то есть сидел-сидел и вдруг так ли хлясь обнаруживаешь что ты уже 20 минут сидишь на фейсбуке да то есть вспомнил что надо что-то кому-то написать прервался автоматически и вот надо это автоматизм надо отловить и он рекомендует это делать следующим образом он предлагает визуализировать сегодня мы как раз будем говорить о техниках визуализации предлагает визуализировать бабочку что вот это отвлечение это бабочка такая подлетает и вокруг тебя начинает кружить до проверь электронную почту проверь электронную почту на проект посмотри что там те фейсбуке написали до выглянь в окно там не не поцарапали ли твою машину да то есть он предлагает визуализировать это как бабочкой как бабочку отгонять а я считаю что можете использовать ее вот прям так да и и благодарить оба нападом за это я считаю что эти отвлечения они не такие безопасны это не бабочки я предлагаю видеть что-нибудь визуализировать что-нибудь реально угрожающее реально то чего вы боитесь например паука или змею я змею я змей боюсь ужасно и я предлагаю представляю змею то есть если я во время работы у меня появляется мысль что надо проверить электронную почту я представляю что эта мысль это змея кто-то змеи надо делать надо снять с ноги сапог с подковой и каблуком до такой техасский техасского рейнджера сапог и херахнуть с размаху в эту змею сапогом и тогда она шипит и уползает да то есть визуализация или достать пистолет пристрелить ее снять ружье со стены ну естественно мы это визуализируем воображение в своей и она исчезает она уходит да и она уже не возвращается вот очень простая очень простая техника эббен паган его зовут если возникает сюжетный затык останавливать писание возвращаться план да разумеется естественно если у вас часто возникают сюжетные затыки это значит что вы плохо проработали план надо остановиться и работать с планом перри переделывать план и ваша задача когда вы пишете писать часа до двух часов не прерываясь на сне на секунду то есть часа на самом деле это уже много часа достаточно но хотя бы час но в целом ну около двух около двух часов можно делать вот вам общее задание всем писать вашу норму постараться писать вашу норму в течение следующих суток без прерывания без единого прерывания вот попробуйте и напишите как у вас получится писать без прерыва понятно ли домашние задания да этот паган премьер дистракшн называется wake up продактив 2 я не знаю какой курс wake up продактив 1 вот но он не случайно как-то в руки попали я посмотрел и он прям прикольно свое время он мне очень помог можете его найти и посмотреть целиком окей хорошо как вы относитесь к подходам как у кинга к примеру продумываешь основные пункты плана дальше все строится по ходу работы над книгой я нормально к этому отношусь понимаю смотрите дело в том что есть определенные принципы базы и базовые принципы они одинаковые что для кинга что для молчан да и базовый принцип это иметь план да и стадии человеческого процесса у стивена кинга поверьте мне точно такие же как вы умолчан попозже мы об этом поговорим а вот другое дело насколько подробным должен быть этот план то есть если например там много сюжетных поворотов которые важны критически важны до для сценария например это так там каждая сцена важно план должен быть достаточно подробным да а если вы пишете роман роман и более свободная структура до могут быть ответвления какие-то и он может быть более как бы более свободным поэтому для сценария мы пишем по эпизодный план для романа мы пишем outline вот он более гибкий он более простой и он скажем так но больше свободы дает то есть это одним предложением одна глава или одно событие одним предложением я все свои романы писал вот с таким outline и легко позволял себе да если что-то чувствуешь что роман нужно ответвление какое-то сделать да легко делать поэтому а вот есть люди которые говорят что они пишут бесплатно есть таким мастер мой кстати бородянских я никогда не пишу план никогда не пишу синопсис вот донцов кстати мне тут по подсказу я этого не помню уже да нужно типа вот она сказала что она бесплана пишет что в этом случае есть ли план в этом случае просто он в голове то есть план то есть да то есть есть некий состав событий да то есть человек понимает что а мы сейчас идем туда потом делаем то и закончится это все вот этим да есть ситуации как конечно есть авторы которые вообще пытаются без плана писать там всегда проблемы со структурами каких авторов это тоже может быть как же таймер помидорка не понял в чем противоречие а прерывание дело в том что смотрите да там есть прерывание дело в том что помидорка с помидоркой вы всю жизнь писать не будете помидорка это костыли на самое начало то есть если вы совсем даже на 25 минут не можете сосредоточиться используйте помидорку а вот в целом ну я помидорку не использую уже лет десять помидорка это самое самое начало освоение кстати говоря тоже очень важно понимать на каком этапе какие техники мы используем вот то есть по большому счету да мы не когда уже расписались поверьте стивену кинг это не нужно я думаю что он садится и и все и пишет да вчера говорили про помидоры работа представляете как как меняется то что я говорю на на продвинутых уровнях там вообще все другое до два часа это как раз норм то что можно вывозить ежедневно так два часа не встаем со стула пренебрегая разминка здесь нужно тестировать да это все не бесплатно а вот в целом конечно да хорошая тема час писать встать разминочку до вернуться здесь надо смотреть как бы вы вам это разминка ну идет перерывание или нет надо потестировать это и кому-то лучше делать разминку а просто писать без этого самого без прерывания кому-то нормально разминка будет вот а если например у вас больная спина и вы просто ну не можете два часа просидеть то у вас это просто физиологическая необходимость или подписать вы захотите например да тоже тут по неволе встанете что делать если 1 50 процентов недеинтересное вторые 50 не нравится ну значит какая-то проблема с сюжетом опять же для этого есть совершенно там конкретные методики да то есть нет конфликта нет поворота нет развития до действие зашло в тупик да то есть скорее всего там чисто по ремеслу какая-то проблема поэтому ну надо разобраться в чем там именно по ремеслу проблема до событий какие-то добавить или еще что-то я не знаю дата это лечением по фотографии не занимаюсь вот в мастерской у нас бывает такое что я вижу например да что человек идет тупик то я говорю нужно здесь сделать то-то то-то да там ввести персонажем например перевести еще одну сюжетную линию до или событие нужно какое-то который бы все все поменяла да и вот мы начинаем думать варианты искать какие события могут быть да помидорка помидорка это вот если прям совсем не можете заставить себя работать да не можете сконцентрироваться начинаем вот и дальше вы находите для себя подходящие какое-то состояние да то есть тоже на самом деле вы про стивен кинга забавно что вы говорите да никто из нас не стивен кинг дастин машина для писательства это человек который сколько лет уже пишет лет 50 на то есть у него выдача текста да то есть это прям вот двигатель такой дизельный двигатель 30 лошадиных сил вот себя то не равняйте с такой то есть это такая разогретость автора да вообще я не знаю как такой разогретости с кем с кем сравнить можно мало такие так такой плодовитости авторы есть есть такие плодовитые авторы да ну вот это прям ну это мега плодовитость вот и он например когда он выходит на пик работы над большим текстом и армагеддон как до двухтомный какой-то роман он начинает писать вообще целый день то есть он пишет три приема утром потом перерыв днем садится потом перерыв и потом вечером еще раз донцова которая фигачит по роману в месяц тоже она утром пишет и потом вечером она в 6 вечера еще делает второй прием еще раз садится то есть она пишет там в день полчасов 8 а вот но такая такое количество текста выдачи такого количества текста она не всем подходит то есть очень часто бывает мы оглядываемся наверно кого-нибудь да вы джойс да то есть представляете джойс который по шесть букв в день писал он посмотрел на стивена бездарность ну смотрим же да каждая каждая авторский темперамент он у каждого свой хорошо теперь идем дальше еще раз важно для хочу чтобы вы как бы еще раз на этом подсветить вам эту тему до что писательство может убить если делать это неправильно а может быть терапии и для писателя и для читателей если делать это правильно и наша сценарная мастерская на самом деле это единственное учебное заведение которое учит и не просто писателей да учит писать здоровые тексты я на это прям все время как бы вас к этому возвращаю потому что это важно на мой взгляд теперь дальше наша цель создать эмоции у питателя да не дать информацию о том что олег пошел туда-то туда-то переспал с ольгой да олег пошел перестал только это да то есть важно вот это что возникло да то вверх то вниз дата восторг то в ужас и если мы просто описываем события нашей жизни материал что такое материал истории да это наша жизнь то то что мы переживали и плюс воображение что то что мы придумываем если мы просто описываем события нашей жизни которые вызвали у нас эмоции в своих текстах вовсе не обязательно что такие же эмоции возникнут и учитатели да но здесь не эмоции должны нас вести для того чтобы эмоции возникали у читателя мы должны не идти за эмоциями а должны управлять эмоции и управлять ими сознательно при этом не имеет холодный мозг да такой ничего не чувствую пишу ничего не чувствую 5 температура комнатная очередовать трезвую оценку и погружение отдание своим эмоциям да то есть мы создали русло сначала сознательно сюжетное а потом мы отдаемся своим эмоциям в этом сюжетном русле пускаем наполняем это русло водой а за счет чего возникают эмоции у читателя а давайте я вас прошу за счет чего возникают эмоции у читателя как вы думаете есть один конкретный правильный ответ читатель читать за подчего у него возникает эмоции то создает эмоции так когда пишу срабатывает принцип как у меня же в живописи нужно погрузиться в особое состояние в итоге потом творишь не ощущая времени надо перетерпеть желание вскочить отвлечься потом наступит медитативное состояние ну такая есть да такая задача так звук фонит а почему он звук фонит так вроде бы микрофон микрофон есть микрофон работает в легенде салема мне казалось что он как я пишу как те а да точно в легенде салема да как раз он на прям там он описывал как он на прогулку ходил там и так далее так далее я думаю что это реальный этот самый сколько среднем за два за два часа стране у каждого у каждого по-своему ребят потерпите со звуком потерпите мне просто я не хочу сейчас опять же там перезапускать трансляцию и так далее надеюсь что записи нормально все будет так интерес будущим событиям за счет узнавания себя резонанс с ним резонанс очень точное слово запомним его что-то неожиданное затрагиваешь боль когда задевается какая-то боль вот смотрите здесь есть такое смотри а вот что касается боль здесь надо быть с этим осторожнее а почему потому что вот есть такое понятие базовая тоска например я купил квартиру во время кризиса 2008 года перед кризисом я квартиру в долларовую ипотеку и потом много лет эту долларовую ипотеку выплачивал и у меня эта тема боль и поэтому если мне показать сериал про ипотечника да и у меня будет базовая тоска я его не буду смотреть а вот кстати есть пример до ближе слово пацана пожалуйста до сериал который очень понравился тем людям которые в этом всем не жили да и очень не понравился и прям травмировал тех людей которые в этом жили то есть вот у меня за спиной могилы друзей моих остывают они уже 30 лет лежат в этих могилах да вот это слово вот этот пацан музыкант да это я то есть это конкретно моя история только с той разницей что его посадили а меня вот поэтому это как раз восьмидесятые годы как раз вот мне было там 13 14 лет и соответственно я просто я месяц собирался силами чтобы его посмотреть и мне это просто тотальная ретравматизация для меня весь этот сериал этот прям ретравматизация и там мать с ума сошла у меня мать с инсультом слегла и и потом парализовала на какое-то время она лежала парализован а вот так что вот это базовая базовая боль до базовая тоска если вы в нее попадаете то есть это не успешен он не за счет этой базовой тоски читатель ассоциирует себя с героями нет нет за счет личного восприятия энергия автор качи вот качели наталья училась мастерской знает то учился в мастерской тот знает до раскачка по эмоциям шарика тоже училась мастерской раскачка по эмоциям то есть должна быть должны быть эмоции плюс и в минус должна быть раскачка по эмоциональные качели соответственно мы должны этим управлять если мы не понимаем как работают эмоции да мы просто пойдем за этими эмоциями должны знать вот сейчас мы должны сделать плюс и нам здесь надо плюс а вот здесь нам надо минусы здесь нам надо мы делаем минус в том же опять же слой пацана да вот тут вот они танцуют да и под музыку изра а вот тут его ловят и в тюрьму сажают да то есть вот идет все время раскачка и а как научиться управлять эмоции да вот в свое время опять же во времена слова пацана моего да мы употребляли динатурат пищу да как это делалось берешь кусок хлеба и на него на этот динатурированный спирт да и он вверху значит срезаешь вверх я уже не помню там точно рецептуру но там короче какую-то часть хлеба срезаешь там яд остается да а вот то что остальное то можно пить тоже вкус так себе но пили нам с нашими эмоциями которые мы переживаем да и на эти эмоции они всегда связаны и нам нужно слить я из этого воспоминания то есть оставить чистую энергию эмоции аят слить вот как это сделать если вы описываете реальные воспоминания то должно пройти какое-то время чтобы стек этот эмоциональный я то есть вот я сейчас могу ну вот пьесо убийца да она события в ней происходят в мае 92 года основные события да там тоже было были какие-то определенные события моей жизни которые стали основой истории описание и и помню в 2009 да то есть почти 20 лет прошло для того чтобы стек яд и я смог спокойно как бы и без без истерики я это написать вот поэтому очень часто и кстати вот да почему сейчас возникло слово пацана да потому что в то время невозможно было про это писать тоже были же фильмы и в то время снимали про это фильм и вот и документальные фильмы художественные но такого воздействия не было потому что бита да то есть мы не готовы были это воспринимать вот если время не прошло недостаточно времени прошло да ну вам нужно написать об этом событии обязательно что-то менять воспоминания это дает контроль вот либо по время проходит да то есть мы даем возможность пережить истечь яду из вашего воспоминания либо мы что-то в нем меняем то есть берем какую-то часть воспоминания и переносим в другое какое-то окружение это это тоже дает не всегда но это дает власть на воспоминания а и есть еще я вам дам две таких быстрых техники обезвиживания воспоминания не связаны с визуализацией первая тех вот это чисто моей техники может кто есть тоже похожие да ну вот этот я их сам придумал я их сам назвал или я их на себе там опрос вы работать неплохо 1 серта может быть вы почитали про нее я писал про нее в книге по моему ленивая скотина то есть это негативные воспоминания если просто про них писать это не происходит ретравматизации для вас и для читателя нужно слить я из этого воспоминания как это сделать вот выставьте боль из этого воспоминания на продажу то есть представьте что вы прям вот продавец за прилавком и вывод у вас есть это боль и вы говорите боль от этого воспоминания цена ну и цену поставьте какую-нибудь ну не до долларов до поставьте как 500 рублей 1000 рублей какую такую чтобы это ну для вас воспринималась как реальная цена а и после этого увидите сразу же практически сразу же вы увидите что воспоминание стало безопасным если есть возможность если есть время да так вот выставили его на продажу и забыли про него да и через какое-то время да на следующий день снова посмотрели проверили вы увидите что боль ушла выставили на продажу кто-то ее купил кто-то вашу боль купил экологично ли это я считаю что экологично потому что людям нужно эмоции да и водка а кто-то может быть сидит ему как раз нужен нужна боль да вот мне сегодня делали я сегодня я худею не худею вернее убираю живот значит ходил сегодня утром на массаж массаж стома называется лицеральный массаж массаж живота и там когда делают этот самый делают анти антицеллюлитный массаж это очень больно и мне массажит всегда все кричат когда делать вы только вы горит не кричите я такой думаю вот вот я заплатил за боль да то есть вот я заплатил за боль я получаю эту боль да и вот точно так же кому-то вот сидит кто-то ему скучно да ему надо чтобы его напугали вот он возьмет и фильм ужасов посмотрит вот кому-то ваша боль стала нужна да вот кто-то вашу боль купил вот и она уходит и дальше вы можете про нее писать и то что было для вас это будет катарсис освобождение от боли для людей которые будут это смотреть например условно говоря не дай бог да ну допустим вас изнасиловать и у вас умер близкий человек и можно написать про это так что прочитает и скажет боли нихера 7 меня сейчас изнасиловали на вот или у меня сейчас умер человек да то есть просто вот я в депрессии выхожу из этого текста да а можно пережить катарсис да то есть можно теперь я понимаю как жить если тебя изнасиловали до меня может быть физически не на морально меня насиловали много раз и теперь я прочитав вас я теперь понимаю как как это пережить а то есть и мы таким образом мы создаем текст который терапевтичен для который и для вас терапевтичен да то есть вы не идете в боль или травматизируетесь да а вы создаете некий механизм рассказывая пережитым вам о вами травме да вы раз вы создаете механизм который становится лечебным целебным для тех людей которые будут читать вас ваш текст понятно ли это понятно ли техника техника оферты если непонятно то задайте вопросу оферта она не оферта оферта называется оферта это открытая продажа вот когда в магазин вы заходите и там какая-то цена и товар какой-то это оферта да это предложение неопределенному кругу покупателей то есть когда я к вам обращаюсь да я вам говорю ребята идите учиться в нашу мастерскую вот курс идет сценарий полнометражного фильма это не оферта я обращаюсь к ограниченному кругу лиц а вот на сайте у меня висит правило да то есть как законодательные все эти самые да все наши с вами законодательные отношения да и это обращение ко всем кто покупает курс так да висит эфир вот где качели ну чтож не смотрели вы вебинаров не слушали вебинаров сидя на дереве так есть 4 часа утра так сегодня сейчас смотрю сериал нас летники кстати одна из авторов этого этого сериала люси люси прибыл она драматург я читал и мы купили купили в лондоне когда были купили книжку и пьес они прям отличные то есть ребята в драматургии рубят наследники отличный сериал замечательные там очень четко вот эта раскачка по эмоциям сделано да пишет не было художественного языка чтобы написать об слове пацана я согласен с этим я согласен что должен быть создать язык причем вот если интересно опять смотреть в ретроспективе да и вы видите как этот язык нарабатывался вот есть кстати очень хороший сериал называется мир дружба жвачка который очень очень я очень люблю ребят которые его сделали из good story медиа не знаю хорошо автор и это как бы такой лайтовый вариант слову пацана чувствуется что вот уже вот 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 уже практически нашли этот язык и это прям видно а слова пацана это уже на маш почему весь весь из ссср больше его посмотрел потому что вот есть это попадание да меня зовут орликина например легко ли быть молодым документальный фильм и маленькая вера тоже тоже я согласен про это игла все это мы все это не смотрели да но это все было а такой советское осмысление ситуации да то есть слово пацана да это она все-таки уже из нашего времени да тогда еще мы не понимали наивные были да но мы всегда наивные мы по поводу текущей нашей нынешней ситуации что-то начнем понимать только лет через 30 до очень больно если не кричать можно и сознание потерять это провисцеральный массаж видимо нас сегодня какой-то день боли так понятно сложно мне казалось что я простые какие-то техники дают такие так вот так тамара пишет прочитавший верлибра самоубийстве моей мамы испытали такие эмоции сильные созидательные эмоции одной женщины после прочтения прошел хронический эритрит да да так есть такой то есть текст о чем-то что невыносимо больно и да но он может стать целительным вот наша задача научиться это делать одна техника я ее назвал земледелие опять же имею право распределенной техникой вот бывало ли у вас такое что вам кто-то что-то сказал вот у меня это было вот только что сегодня в начале этого самого начале начале занятия да вот оскорбили потроллили унизили накричали и вы потом годами бывает вспоминаете это что-то что вам сказали да и бывает есть есть такой термин до остроумие на лестничной площадке когда вам что-то сказали да вы вышли на лестничной площадке вспомнили вот что надо было ответить а еще бывает так ночью просыпаются от утра и не можешь заснуть и думаешь вот так вот надо было этой твари сказать вот это вот 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 бывало у вас такое а как же лата год я не знаю что вы имеете ввиду уточните что имеется в виду вы очевидно имеете ввиду что-то конкретное что я не знаю или может быть знаю под каким-то другим названием да вот вторая техника обезвреживания воспоминания она называется земледелие а сегодня экватор понятно да ну сложно соглашусь как как делать опять же ну мы даем прям конкретную методологию как там в сериале например по актам это делаем да как делать берешь планы берешь структуру и по ней не раскачиваешь да хорошие мысля приходит опросля да точно я так реагирую на выпады до волы по бывало ночи не спал ворошил прошлое это очень а близки особенно мамы в этом хороши и папа иногда турбину мамы прям они всегда знают куда бить и одним словечком могут просто вырубить ой ой вчера в эту ловушку попала до двух часов ночи придумал ответы до рефлексия сделала меня всегда был опять же вот я вам дам прям прям простую технику элементарную визуализацию которая она такая она похожа немножко на какие-то магические техники на самом деле поверьте я ну как бы абсолютный рационал то есть не не эзотерик ни в одном глазу да то есть и считаю что я изучаю я прямо сейчас изучаю магию и эзотерику всяческую для чего я стараюсь понять как каковы психологические основу то есть за счет чего работают техники какие-то почему потому что вершина стритейлинга это миф миф религия магия да то есть вот это вот все и нам надо научиться это делать нам надо научиться создавать миф вот а работающие вещество потом именно стритейлинг вот поэтому я сейчас прям изучаю там все герме стриме 3 снегистом и так далее и так далее стараюсь понять где там работающие элементы везде вижу везде вижу стритейлинг так вот представьте что вот это вот то что вам сказали эти слова оттек вот прям можете рыболовный крючок представить или вот знаете как это вот на на щуку такой-то крючок как якорь так стремя этим самые вот представьте что в вас воткнули такой крючок вот эти слова это крючок вот вас воткнули и вот человек который вам это сделал да он через крючок к нему пределам трубочка тонкая да и он через эту трубочку из вас через этот крючок откачивает энергию кровь откачивает вот вы пока вспоминаете его да вот эти там два часа ночью ворочаетесь придумайте что вы ответить из вас кровь течет и течет туда к нему и он этой кровью питается вашей силой питается да и вот представьте да почувствуйте как только вы его визуализируйте как представьте а где он у вас в теле в каком месте плече может быть в животе за бровь может зацепиться за ухо то есть представьте что он вот прямо у вас где-то за какое-то место зацепился вот и мысленно достаньте его оттуда где он у вас там где он есть да и мысленно воткнет вот прям представьте что вы старт на земле где бы вы не находились да даже если вы там на восьмом этаже что вы стоите на земле почва и вы в землю воткните это да и пусть теперь вся эта энергия да вся эта кровь которую на вас отрана ты на все что он у вас отсосал да пусть это все из него качается в землю вот пусть все вернется все что он у вас откачал вот и дальше и забудьте про это и вам будет очень легко забыть об этом потом стоит земля в нее воткнут крючок чаще вот туда в землю качается только ни в коем случае не себе качайте эту энергию да не не вампиризмом не надо этим вампиризмом за это тоже работает на самом деле для этого тоже механизмы чисто психологические не магическое да а вот она в землю уходит а вот а и потом через какое-то время вспомните об этом неизбежно про это через какое-то время вспомните и вспомните и вот это было да боль то уйдет уже да вы представьте что вы снова приходите туда на это место куда где в землю воткнут крючок и вы видите что там выросло дерево на этом месте вот из того что что он из вас откачал и то что из него земля забрала обратно да и вот она собрала и вырастила прекрасно прекрасный деревц маленький вот и смотрите на него и радуйтесь и дальше после этого вы теперь можете об этом писать об этом дереве понятно ли это об этом об этом инциденте о том что вам там кто-то что-то сказал да вы уже боли испытывать нибудь а эмоции эмоциями будете управлять да то есть это будет сила вот этого молодого дерева магию включаете да изучаем магию прохожу курс по магии примут колледжа тилема научные же точки зрения ну естественно да не как бы мы атеисты дамы атеисты да вот редактировать не надо присылать вы анастасия лучше приходите в мастерскую учиться вот вы все тоже пройдите по бесплатным тренингам и увидите как вы начнете писать после этого так вот ребят давайте так я вам про это уже говорю я вам если я вам даю какую-то технику оксана оксана то это категорически я вам запретил делать так а вот еще есть вот такая техника да то есть вам кажется что вы увеличиваете качество удаляют ваш комик коммент и на будущее ребят увижу еще у кого-то такое же буду банить да вам кажется что вы еще добавив что-то да вы увеличили ценность а на самом деле вы уменьшили ценность да то есть вы пришли сюда не для того чтобы мою какую-то технику взять а для того чтобы своей техникой поделиться и соответственно мою технику вы мимо ушей пропустили да потому что вы торопились то что я вам говорил это было просто движение какого-то сотрясение пережидали что я замолчу да и вы наконец свою технику расскажете не надо так делать и будет не но мы ребят будет ли курс по магии у нас вообще-то 3 идет курс по магии да он называется как практическая магия не случайно же до изучала ровно для писательских целей кстати пара очень крутая тема тоже для именно как метафорическая система один маг называл себя очень хорошим психологом у меня есть одна подростка которая безусловно являясь магом называет себя психологом вы ее все знаете и зовут таня мужицкая и на самом деле кстати вот выше нлп была есть такая тетушка джуди делазье она тоже одна из скажем так причастна к основанию нлп она приезжала не общались там фоткались вместе тренинг у нее проходил и агамак то есть она это скрывает не подтверждает но я присмотреться она делает какие-то вещи прям именно чисто такие магические энергетические поэтому нет конечно мы такой научный метод да это во первых я понимаю как это работает да то есть здесь есть конкретный психологический механизм визуализации до который помогает решить чисто психологическую проблему то утекает ли физически энергии ци из вас или про на утекает ли в этот момент понятия не имею но нет таких инструментов которые позволяли бы это измерить до пронометр еще не изобрели но субъективно ощущение есть да поэтому это работает гомеопатия почему работает я понятия не имею почему работает гомеопатия но она работает да я думаю что здесь ну какой-то опять стрит или да то есть эффект плацебо этому помогло и тебе поможет если совсем далеко от сценаристики но очень хочется попробовать имеет смысл идти в мастерской даже не сомневайтесь вот смотрите вообще моя задача на самом деле люди которые хотят учиться писать сценарий они так ко мне придут потому что ну как бы репутацию мастерской есть да и если люди думают надо пойти учиться писать сценарий они естественно идут к нам но иногда бывает а давай-ка я поэкспериментирую схожу туда схожу сюда и потом все равно к нам приходит мне потом их еще лить чего это что им там в голову убивали вот но на самом деле мне важно чтобы в мастерской учились люди которые не хотели писать сценарий не планировали да и даже не думали о том что они могут когда-либо написать сценарий то есть я занимаюсь по сути я занимаюсь пропагандой вовлечением вовлечением совершеннолетних в всякие творческие события деревца до мужицкая теперь экран начал записывать сегодня у нас с вами такой урок урок боли урок сложности но ничего страшного так домашнее задание писать без писать текст прерывание теперь переходим на хардкор мы прям уже совсем быстро закончим давайте в течение минуты прислушивайтесь какие звуки вы пишете какие какие звуки вы слышите сосредоточьтесь на течение минуты и ô и и и Продолжение следует... Так, минута. Опишите звуки, которые вы слышали, не называя эти звуки. То есть не такой слышал пение птиц, а какой звук. Найдите какое-то определение для него. Любовь Пьенкова пишет. То есть магию воспринимаете как психологию, а не как мошенничество или связь с действительно тёмными силами. Я обожаю такие вопросы. Друзья, что не так с этим вопросом? Любовь, как вы думаете, что не так с этим вопросом? Я скажу, что не так с таким вопросом. То, что вы... Оно затем утверждение, что магия — это мошенничество, что это связь с тёмными силами. Артур Кларк в своё время сказал вещь, которая мне очень нравится, что развитая технология неотличима от магии. Что такое для меня магия? Для меня это что-то, что пока не имеет объяснения. Либо что-то, что мы воспринимаем с искажением. То есть какая-то часть того, что является магией, это когнитивные искажения, статистические в том числе. Да, а какая-то часть — то, что мы пока не понимаем. И поэтому нужно с этим разобраться. А науку вы как понимаете? Наука, по-моему, ещё больше мошенничества по большей части. А религию вы как воспринимаете? Любовь. Религию вы воспринимаете как мошенничество или как связь со светлыми силами? Так, поэтому тут надо, надо осторожно. Да, вопрос уже с ответом. В вопросе заложено, заложена оценка. Да, вы уже перестали пить конья, вы уже перестали пить жену по утрам. Да, вот как что-то, что на это отвечать? Есть мир звуков. Прямо целая пьеса из «Когда читаешь всё подряд». Как будто общество боится слов махнуть. Ну, не играть это магия, называйте это как-то по-другому. Что-то, что пока не объяснено. Да, потому что если мы заглянем в прошлое какое-то, то мы увидим, что, понимаете, магия, на мой взгляд, магия — это то, что не вошло в религию. Да, то есть религия, как бы, есть ли Бог? Да, бессмысленный разговор, бессмысленный вопрос. Если верите, то есть. Если не верите, то нет. Вот. И, соответственно, да, то есть нет никаких доказательств существования Бога. Да, то есть, и если бы таковые доказательства существовали, да, то они, как бы, доказывали бы не что-то другое. Вот. Поэтому и вот всё, что не в религии, это что-то, что стабилизировалось. Да, то есть, где устоявшийся старителлинг, там, и так далее, и так далее. Да, то есть, если вы посмотрите объективно на историю, не знаю, Иисуса Христа, например, да, то, что он делал, это магия. Да, оживлял людей, некромантией занимался, да, рыбами там кормил всех, и так далее, и так далее. По воде я ходил, что это такое? Ну, магия, в чистом виде. Вот, поэтому, и там ещё фокусов очень много, на самом деле, и в религии, и в магии, и поэтому... И вот если отжать, то есть там 99%, вот как 99% всего на свете фигня, вот так же 99% магии, это фокусы, враньё, обман, манипуляции, и так далее, и так далее. А если мы оставим 1%, да, что там будет? Ну, там 2-3 работающих техники, и основаны чисто на психологии. Вот, поэтому, как бы, почему их не использовать в жизни? Вот, кто-то считает, что религия – самое сильное мошенничество. Я считаю, опять же, я много изучал религию, и в те религии, мировые религии изучал, и прям огромное количество текстов, поэтому, естественно, первоисточники все прочитал. Да, потому что, ну, это все, это основа старителлинга, да, то есть религиозные тексты – это основа старителлинга. И объективно, религия в целом все-таки больше человечеству пользует, я считаю, что принесла все-таки больше пользы, чем вреда. Ну, это, а то же, дискуссионный вопрос, на самом деле. Назовите пока только по-другому. А зачем называть? Как хочу, так и называю. Я отдам. Я даю имена вещам. И не позволю никому у меня это право отнять. Как хочу, так и называю. Я писатель. Ну, на самом деле, кстати, да, что касается религиозной обряды, да, месса, например, чисто магический ритуал, там, пойти свечку, там, вот этой матронушке пойти, цветы положить, свечку поставить, чтобы желание исполнилось, это что? Ну, чисто магическое действие. Поэтому, ну, как бы, очень много там вещей, которые, как бы, наносило, да. То есть, а если это снять и посмотреть, работает это? Ну, в целом работает. Почему? Потому что, ну, как бы, в медицинах, хорошо, о науке мы с вами заговорили, да, среди лекарств, которые человечество употребляет, 60% не имеют доказанной эффективности. Что это такое? Это плацебо. Да, а плацебо работает. Вот, то есть вы пошли, свечку поставили, да, и вы, раз, изменилось ваше состояние. Да, не то, что Господь увидел вашу свечку и побежал, теряя тапки, исполнять ваши желания. Но ваше состояние изменилось в вашем, в этом, в новом состоянии, вы будете по-другому действовать. И вероятность исполнения вашего желания увеличится. И именно поэтому, кстати, вот я делаю, выкладываю каждое утро, у нас в 9 утра выкладывается видео «Загадай желание, напиши, да». Для чего? Я это для себя делаю. Для того, чтобы мои желания пишут, да, в каждом этом самом, и исполняю свои желания. Вот, для чего? Для того, чтобы войти в это состояние. Вот. Являюсь ли я Богом, исполняющим желания? Я был бы больным, если бы я так считал. Являюсь ли это, являются ли эти видео порталом в Мир Высших Сил? Правда, если бы я в это верил, да, я был бы больным. Да, но я знаю то, что некое поле психическое, психологическое, в котором люди меняют своё состояние, когда это пишут, да, и дальше что-то меняется в их жизни. И это не замечать этого невозможно, потому что это действительно меняется. И, конечно, это изменилось за то время, когда я это практикую. Вот. Поэтому... Иисус Трикстер. Удивляют люди, которые верят в Бога, но не верят в Деда Мороза, и того, и другого не существует. Иван, если вы не верите, их не существует. А если верите, то существует. Я верю и в Бога, и в Деда Мороза. При этом я атеист, рационал, и так далее, и так далее. Да, встретил ведьму, убей. Так было в Ветком Завете. Помягче вниматься нельзя. Может быть, если цель... Ребята, ой, мы сейчас прям такую затронули тему. Столько в свою монополию на магию защищает. Да, кстати, вот, Милянцы, ты сам же переехать в московскую квартиру, писать сценарий про каналов, тоже магия. Да, это тоже магия. Есть личный религиозный опыт. Вы с Иисусом общались? Или что? Как? Вас на небо забирали живьём? Или что? Какой конкретный религиозный опыт? А откуда вы знаете, что это религиозный опыт, а не магический? Не хочу обесценивать ваш религиозный опыт. Да, то есть это, ну, как бы, мы не можем переживать надчувственный опыт. Мы переживаем только чувственный опыт, и мы чувственный опыт, да, мы его экстраполируем на надчувственный. Нам кажется, что мы пережили, то есть, ну, физически мы не можем переживать что-то другое. Тело для этого не приспособлено. Вот. А всё остальное что? Это воображение. И оно абсолютно, как бы, качество этого воображения, да, оно абсолютно, как бы, не зависит от наличия или отсутствия на облаке бородатого человека. То есть это наш религиозный опыт, наш чувственный опыт. Хотите его называть религиозным? Называйте религиозным. Хотите магическим? Называйте магическим. Хотите научным, гипнотическим, трансовым, медитативным и так далее? Ради бога. Сейчас, слава богу, языков описаний великое множество. Можно начать знакомство сторон. Ну, с покупки колоды изучать. Да, очень деликатно на сложную тему. Тема непростая. На самом деле, это наша прямая, как бы, специальность. Понимать эту тему. Потому что, ну, искусство всегда религиозно. То есть я считаю, что, ну, вот, если угодно, да, когда человек пишет, да, когда он пишет, что все правильно сделано, да, я считаю, что ему Господь диктует науку. Вот если угодно, Любовь, это вот мой личный религиозный опыт. Да, когда Господь на ухо прямым текстом диктует, и ты сидишь и записываешь. Религиозный ли это опыт? Ну, я считаю, что да. Кто-то может сказать, что нет. А, да, что такое магия? Я считаю, что магия — это и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. То есть сначала миф, потом магия, а потом религия. То есть я считаю, что магия — это тестированный гипотез перед тем, как все это становится религией. Вот давайте так сформулирую это. А показательство Бога субъективно? Конечно. Гностик. Вы думаете, что вы меня этим оскорбили? Да, гностик. Змея — символ гнозиса. У Элиады есть сборник истории. Я вам его даже прям покажу. Хороший действительно сборник. Вот он. Я его даже почетно держу на таком самом тритома. Я вам настоятельно рекомендую. Очень-очень-очень хороший припомник. Непростое чтение, но прям религиозное. Вот еще вот такой вот текстовый рекомендую. Шаманизм. Я сейчас вот такой вот, вот такие вот тексты читаю. И вот такие. Вот, да, что... Еще хорошая, если уж там по рекомендациям заговорили, есть хорошая книга Джозефа Кэмпбелла, нашего любимого. Называется «Маски Бога». Она большая, их 4, 4, вообще 4 тома, но, по-моему, последние 2 тома, каждый в двух томах издавали. Их вот только что переиздала издательство «Касталия». Я их все выздаю. Хороший перевод достаточно. Там полтора года они его издавали. Вот я там недавно, перед Новым годом, дочитал последние 2 тома. Как раз-таки о христианских учениях. Вот. А что касается гностицизма, есть такой иезуит, кстати, Фестюжер. Фестюжер. Значит, он написал очень хороший такой семитомник труды Гермеса Трисмегиста. Вот как раз наш с вами, любовь, наш с вами любимый гностицизм. Вот он весь там. Ну, интересно, понятно, что это иезуит, своя какая-то точка зрения. Он немножко как бы за своих играет. А вот. Но в целом, вот, рекомендую. Гностик. Нет, не гностик. И гностик, и не гностики, прогностики, и все на свете. Да. Я заставляю слова начинаться на БКМ. Да, религия куда агрессивнее магия. Ну, это другое. Знаете, магия — это исследование. Религия — это строительство системы. Религия — это социальное явление. Религия возникает тогда, когда некое учение, то или иное, оно уже в обществе укоренилось, тогда работает. Поэтому это... Просто к этому надо объективно относиться, да? Не надо говорить... Я не понимаю вот этого. Религия — это плохо, религия — это хорошо. Но в религии — это существует, да? Есть явление. Такое государство. Хорошо это или плохо? Да, ну, для того, чтобы общество выживало, мы не выживали государство. Оно иначе не выживает без государства. Вот. Для того, чтобы существовало государство, в числе прочего, нужны... Они почему-то без религии не выживают. Вот. И мы... Это наша с вами специальность, да? Мы должны в этом разбираться. Мы должны это понимать. Потому что писатели... Очень часто еще есть такая штука. Писатели... Иногда они становятся... Занимают место условиями таких духовных лидеров. И очень часто, не имея на это никаких оснований. То есть, человека начинать воспринимать... И как такового нет. И там писатель гениальный, да? А религиозный мыслитель так себе. Вот Лев Толстой. Классический пример. Очень слабый религиозный мыслитель, который... Элементарных вещей не понимал. Да, назначить и пропортал так и будет. Я верю. Ну, понимаете, здесь, ребят... Здесь есть такая штука, что... Я считаю, что писатель не может быть атеистом. Писатель не может быть нерелигиозным. То есть, вот это религиозное чувство... Мережковский, как про него говорил, религиозная бессознательность, как половая невинность. Вы ее теряете один раз и на всю жизнь. Да, то есть вы ее обратно уже приобрести не можете. То есть вы вот эту религиозную невинность потеряли, да, религиозную бессознательность, и вы ее вместе с писательским даром приобретаете. Помните, как я говорил, не бывает атеистов перед белым листом. Писатель всегда религиозен. Да, Любовь пишет. Паралитика и религия — это запретная тема для воспитанных людей. Как вы еще меня оскорбите? Все меня пытаются оскорбить. Любовь. А зачем? То вы меня гностиком обзываете, да? То есть, как еще? Как еще вы меня сегодня обзовете? Невоспитанным человеком вы меня... Вы что, банду опрашиваете или что? Я не знаю. А зачем? Зачем тогда вы ко мне учиться приходите, если вы меня все время, в день меня сегодня поучаете? У нас в мастерской, кстати, да, да, несмотря на то, что мы это должны понимать, у нас есть три запретных темы, на которые мы не пишем тексты. Это религиозная рознь, религиозные конфликты, это политические конфликты, и это национальные конфликты. Потому что, да, действительно, эти темы такие конфликтогенные. Я-то как раз-таки не считаю, что религия должна служить причиной для конфликтов. Да. Как не деда Мороза? Кто мне подарки приносит? Да, у меня за пять ваших занятий поменялось эмоциональное состояние. Представьте, как в мастерской за три месяца. Другим человеком выведите. Да, мне откликается, Господь на уху и диктует. Ну, на самом деле, да, наша задача — быть готовым к тому моменту, когда он... И всю жизнь мы сидим и ждём. Вот начнёт, будет он диктовать или нет. А бывает, люди так всю жизнь и просидят, писать, сидит всю жизнь, так и не дождавшись. Может, даже напишут что-нибудь. А сидишь, читаешь и понимаешь, что ни разу не диктовали. А ещё бывает так. Один раз продиктует и запишешь, и потом всю жизнь тоскуешь по этому ощущению. А больше оно не повторяется и не приходит. Такое тоже бывает. Без веры, без мистического чувства невозможно создание полнокровного художественного произведения. Юрий Аравов. Да, я согласен с этим. Мой мастер Бородянский, он так вообще просто мистик. Не скрывая, говорит про себя, говорит, я мистик, как хотите. Я, конечно, не настолько отважен. Я точно не мистик. Абсолютно. Слишком, слишком рационален. Так, язык описания, картина мира. Андрей, я согласен с вами. Вот, кстати говоря, мы встанем мужицкой про это много говорили, да, она всё время по Реналпи говорит, это язык описания. Да, то есть хотите, используйте этот язык. Можете использовать другой. Да, второе, это тоже язык описания. Магия, это третий язык описания. Религия, это четвёртый язык описания. Это правды языки описания. Наука, физика, это тоже язык описания. И, кстати говоря, интересно, что я прочитал тут последнюю книгу Стивена Холкинга, и она и по настроению, и по атмосфере, и по тезисам, которые он говорит, она очень близка к каким-то магическим трактатам. То есть он говорит, мы вот это не можем объяснить. Вот мы не можем объяснить, почему вселенная такая, как будто здесь должен быть человек. Я понимаю, что у него всё время на языке крикится, потому что Господь... Отважен, да? Ну, он такой антропный принцип. Ну, окей, а что такое антропный принцип? Да... Ну, что я, пока нет эфиров, погода радости с гриппом слегла. Да, включила самодис... Мне очень нравится то, что мы с вами эти самые... Так, можно словами про трехтомник. А, про трехтомник. Значит, трехтомник называется... Лиаде. Повряд нобелевской премии, кстати, по литературе. История веры и религиозных идей. Я его собирал, кстати, отдельно. Не мог купить одновременно. Но вот собрал. Шаманизм тоже Лиаде, да. Ходится за пределом. Вообще сложно только рационально обсуждать. Предполагала более... Любовь, предполагала более широкий... Я же только что был гностик. Как вы меня в атеисты-то записали? Еще минут 15, и вы меня, наверное, уже в иезуиты запишите. Я, кстати, Игнасия Лойолу я очень уважаю. И, кстати говоря, и практики его медитативные. А может быть, вы меня во францисканце запишите лучше? Нет, лучше вы в иезуиты. Они страстные. А я, вне всякого сомнения, человек страстный. Да, атеисты такие атеисты. А мне вас как-то... Я вас тоже как-нибудь обзову. Религиозные фанатики такие религиозные фанатики. И что? И что вам не хватало от этого? Да, у нас сейчас теология часть гуманитарных наук. И я, и это правильно. И я считаю, что это правильно. Нужно с этим разбираться. Единая, единая познавательная область как минимум, конечно же. Да, агностики обычно пессимистичны и желают свалить с колеса сансары. А я бодхисаттва. То есть я, это знаете, есть учителя, которые могли бы выйти из колеса сансары, но они остались. Для чего? Для того, чтобы учить людей писать сценарий. Я бы мог свалить с колеса сансары. Да, магия, это часть религии, у религии есть и другие части. Это так. Я вам кажется, прямым текстом это сказал. Философия конфликтует с религией. Ребят, вы посмотрите, кто занимался философией до там какого-нибудь 17 века. Даже и позже, кстати говоря, вы погуглите, кто такой был Исаак Ньютон. Вы умеетесь. Человек, который создал математические начало натурального... Я читал эту книгу, вы-то, конечно, не читаете ничего. Я ее прочитал. Вот такой том с кучей формул. На самом деле, Троэй полностью изменил, как бы вот развернул в сторону рационализма. Да, но он сам был вообще-то религиозным мыслителем. Он был верующим человеком. Вот, поэтому сейчас с кем меня, кем меня сейчас Любовь назовет? Да, атеисты. Причем, вот и интересно, я говорю, блин, я верующий человек. Да, вы мою пьесу убийцы читали вообще? Нет, конечно, вы же ничего не читаете. Только приходите, блин, всем, всем объясняйте, кто что думать должен. А вот возьмите и почитайте. Это религиозная пьеса, христианская. Вообще-то, я ее и писал именно как религиозный текст и замышлял как религиозный текст и является она религиозным текстом. Вот. Да, но... Жизнь с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова